Доброе-доброе новогоднее утро! Я выезжу как чучело, потому что я заплетала косички и этого вам лучше не видеть, потому что с этим я буду ходить весь день, но мне еще, кстати, надо в магазин выбежать, поэтому придется шапку натягивать. Сейчас иду в ванну, потом нужно написать новогоднее меню, потому что у нас это традиция, я потом его обязательно покажу, и накрасить ногти, бегать в магазин, помочь маме что-то, ну короче, вот так. Есть скучность, у меня сильно есть новогоднее настроение, потому что Леша болеет, и честно говоря, мне такого настроения особо нет, хотя новогоднее, это мой любимый праздник, вот, а не расстройство. Как-то мамочка там вот на кухне готовит, такие там тоже изытки делает, я потом покажу, а папа на работе, и вот что сегодня Карина и Женя придут, я рада, потому что Карина, наверное, два года подряд с нами, но мы вот не встречала, когда уезжала там к друзьям, но вот в этом году она будет с нами. Ладно, я буду доводить красоту. Приготовления к Новому году полным ходом идут, мамочка затеялась тирамису, точнее, она уже его сделала. Вот обворачивает пленочкой и положит в холодильник. Мама научилась его так делать, прям как в ресторанах. Как дурак ее мне уже делать, в магазине есть. Мама! Ну, без рецептов мы сегодня, мы только так показываем, что мама сделала, потому что некогда рассказывать всякие рецепты, показывать, много дел у мамы, еще и собой заняться надо. Кремушек остался, мама сейчас будет еще порционно делать, походу. Вот это я, может быть, и сниму. В общем, обмакивает мама с авоярди в кофе, да, кофе там и коньяк. А потом это все заливает кремом и делает, как слоями, оно должно настояться. А потом как као сверху? А потом так, как као сверху присыпать. Это, кстати, мой любимый десерт. И, представляете, мне его мама еще и готовит. Это рай. Напишу на Новый год. Ну, сейчас ты такой тоже не будешь есть. Ты как-то... Ну, да, он такой... Жирноват. Жирноват? Ну, крем сам. Ну, разочек ничего не будет. В 12 ночи... Ага, ничего не будет. Вкуснотища. Я для чего-то обернула маме чашечки в пирогами. Потом посмотрим, что из этого будет. Потому что я даже понять не могу, не подозревав, что это вообще такое. Это осьминожка. Что-то у тебя с... Ты эту мужку моих вообще обозвала непонятно чем. Ну, фантазия, что люди разные. Это осьминожка, правильно? Друзья, это осьминожки. Милашки. Я сначала не поняла, что это. Но мама сказала, что это осьминожки. На самом деле, похоже. Такие глазки у них. Мама делает классную закуску. Финики с сыром и в беконе. Я с финика достала косточку, положу вот сюда сырок. Мама заворачивает в беконе. Я так подозревала, что она будет либо запекаться, либо... Запекаться, да? И сыр расплавится. Это прямо аж перед... Ага. Ой, классно. Как вкуснятина. Кстати, вот осьминожки пока перевернуты. Они очень хрупкие. Их нельзя троять. Дай боже. Такое тесто, это же слоеное. Поэтому надо с ними аккуратно. Посмотрим, что с ними будет дальше. Чучело Диана выходит на охоту. Видите, у меня торчат косички. Я просто их запрятала, потому что, ну... Ну, они как бы висят не как прям суперкрутые заплетенные косички. Так чисто. Поэтому пришлось это скрыть, и я как... Как черти шо? Ну, какая разница? Зато вечером я буду красивая. Так вот о чем я. Иду в магазин. Ну, надо купить-то маме. Такое. Хлеб там такой. И мне нужно купить красивые пакетики. И Леша подарок. Представляете? Леша подарки. И сейчас иду покупать. Действительно, какой-то крутой подарок я ему дарить не буду. Но хоть какой-то... К собаке ходит. Хоть какой-то я подарить должна. Потому что... Ну, как бы я не успела, если честно, купить. Из-за того, что я болела. И Леша болеет. И я никуда толком не выходила. Я не знаю, что покупать. Но буду что-то сейчас думать. Я вышла. Там у соседки музыка полным ходом играет. Там Дрейк. Такой хип-хап. Весь подъезд украшен. Запахи, салаты. Ну, в общем, предпраздничное настроение. Вот прям... Оно в воздухе питает. Кстати, я хотела рассказать, что год назад мы с Лешей на Новый год мы работали. Мы работали вместе с ним на кассе. Представляете, мы работали кассирами. Да, мы решили себя попробовать в этом, так сказать, в этой роли. И да, в 31 декабря мы работали. Мы работали часов... Почти до 11 часов мы работали с Лешей. Ну, слава богу, в этом году мы не работаем. Мы на Ютубе. Замечательно вообще. Лучше видео снимать, чем работать где-то там на кассе. Я просто как сейчас помню, сколько было людей. Сколько люди покупали. Сколько выпивки. И прям вот уже скоро Новый год, а они все приходят и покупают, и покупают. Такое ощущение, что они собирались готовить прямо вот перед Новым годом. Ну, как бы... Мама там наготовила. И еще продолжает готовить. Такие вещи вообще. Такой крутяк. Так все будет вкусно, классно. Я уже жду, не дождусь, когда будет новогодняя ночь. И, кстати, у нас будут показывать Иронию Судьбы. Ура! Как бы 31 декабря уже пора ее показать. Потому что я жду ее уже, наверное, день третий. А по телевизору не показывают. Потому что у нас принципиально в Украине не показывают этот фильм. Потому что одна из актрис как-то чипротив Украины, что-то такое. И решили вообще не показывать Иронию Судьбы. Но, честно говоря, это на голову не налазило. Это самый-самый новогодний фильм, который только может быть. Ни служебный роман, никакая бриллиантовая рука, в принципе, с ними не сравнится. Только вот Ирония Судьбы, как бы. Поэтому я очень жду этот фильм. 6 часов, по-моему, сегодня по российскому каналу его будет показывать. Я с нетерпением его жду. Будем смотреть с семьей, потому что как же без Иронии Судьбы встретить Новый Год. Тут такой же ажиотаж, как вчера в Ашане. К сожалению, я думала, честно говоря, что здесь людей поменьше. Потому что я когда смотрела с окна, ну, тут еще никого не было. А тут приходишь, ну, с ума можно садиться, честно говоря. Так, мне нужно зайти за. Мне просто с камерой тут веселее как-то. Без камеры мне скучно. Мне нужны красивые пакетики. Я их, кстати, нашла. Ой, смотрите, какой. Милашечка. Такая милашечка 40 рублей. Он красивый, но мне даже по габаритам он не подходит особо. Мы хотели один пакет для Карины и Жени и положить два типа подарка и Карины и Жени, и мамой, и мамой, точнее, с папой в один пакет. С ума сойти, я еле купила вообще какой-то подарок. Честно говоря, у меня вообще голова не варит. Абсолютно. Куча людей, куча всего. Я не могу депетить, что надо. Денег не так уж много, но я в итоге взяла Леши. А, деколон. Мама, я в Ютуб. Да, бис такой неплохой вообще. Потому что там больше. У меня были такие духи, тоже от бис. Вполне себе неплохие были. И цена, и, честно говоря, ничем не хуже, чем те же Эйвен, например, которые у Леши были. Он как бы особо по ним не прется. Ему без разницы какие, лишь бы более-менее пахнул. И сам себе покупать такие какие-то, ну... Я выбрала более-менее, мне, слава богу, продавщица подсказала. Такие неплохие. Вот, я, в принципе, довольна. Тоже купила пакетик и скрытичку. Ну, я не знаю, детей много. Я хотела, в связи, может, какие-то сладости, может, то-се. А, ну, все какое-то, ну, как-то, ну... Ну, как-то меня, не знаю, не сообразило. В общем, купила, что купила. Что было бы, было, короче. Сейчас дома под бису открытки. Все по бокову. Иду красить ногти, потому что как бы уже темнеет почти. Четвертый час. Хотя, ну, все без ногтей. Просто... Ну, мне с ними реально надо будет посидеть, ну, час. Потому что я не могу иначе. У меня просто потом, рано или поздно, я... Стирается у меня этот лак. И все на меня так смотрят, и меня это уже бесит. Я так посмотрела на кассирж. Думаю, да, ребятки, вы сегодня работаете. А я сегодня нет. И завтра нет. И послезавтра нет. Потому что я на ютубе снимаюсь. Ну, вот, слава богу, зажили елочку. И по телеку уже идет роль судьбы. Только начинается. Вообще, счастье полные штаны. Только не радует, что очень болеет Леша. Он лежит в кровати. Ему плохо. Поэтому я не знаю, как вообще он будет на этот год. Но надеемся, что ему полегчает. У нас на часах 19.10. Смотрим роды судьбы. До Нового года пока еще времени много. Поэтому я хотела показать новогоднее меню. Вот такое меню. Вот я нарисовала шампанское с мандаринами. В общем-то, руки у меня из одного места растут. Папа терпеть не может мой почерн. Говорит, что он совершенно непонятен. Ну, вот-вот так. По крайней мере, я все эти блюда, конечно же, покажу на новогоднем столе. А сейчас внимание. Кто ломится к нам в окно? А это Дед Мороз. У нас вот... Мы всегда его вешаем на Новый год. Вот Санта, который лезет к нам в окошко. Так что он уже скоро залезет и принесет всем свои подарки. Уже рыбка готова, спеклась. Это пеленгасик. Это просто бомбовая рыба. Ура! 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 Я наконец-то ожил. Я ожил и появился все-таки на новогоднем видео. Да, Диан? Да. Я появился... Появилось... Появилось новое настроение? Ну, так. Ну, как оно так-то, это две минуты назад его плясало, ну, надо же покрасить новый Новый год. Ну, я только пришел к Новому году. Новый год? А, ой! Я думаю, что надо просто себя в порядок лезть. Надо просто так себя в порядок лезть, да? Да. Даже если бы не было Нового года, в 10 часов вечера ты бы... Ну, так он при чем-то новогоднее настроение для того, чтобы накрасить. Как у тебя дела? Ну, не очень, я не могу напиться водой, мне плохо. В смысле, ты не можешь напиться водой? Я уже 3-4 стакана выпила. Так, все, я пошел, мне зовут. Распитай мне косички. Я в этом тоже участвую. Да. Да, ребята, у меня была температура. Какая у меня была температура? 39. 39. 39. Еще пару часов назад. Да. Весело. Сдорово весело. Ну, на самом деле, сами виноваты, что мы заболели, я считаю. Ты виноват. Ну, а ты потом не виноват. Я не виноват. Конечно. Ну, вот, да, по-нецарази. Я не виноват, да, я. Он сам пришел ко мне. Или ко мне. Он сам пришел. Не потом ко мне. Да, да, не могли подыграть, вот, 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 вот. Я ногти накрасила. Да. Показал уже все. Маникюру. Накрасила ногти красным лаком, а мы один сделаем. Будьте учили. А я не красным лаком. А какой у тебя будет новогодний мейкап? Мейкап это где? На жорке. На лице. Мейкап. Это макиня. Мой мейкап. Я вон по лице. Наконец-то у меня и пропали. Задолбали. Знаешь, да. У меня был типичный образ по лице. У меня был такой типичный образ больного. Я говорю, здорово. Еще и с моей же жидкой щетиной. Это жиденькая. Жиденькая. Фу. Сиденькая. 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 Редко. Лежит. Плохо мне. Такое типичное больное. Ну, пришел об комнате. Снимем стол. Мы сегодня, впервые за столько лет, вот мы переехали с родителями Запорожья. Мы здесь не жили раньше. Мы тут уже живем больше 7 лет, наверное. Мы за все это время не раз надоставали стол, который стоит сложенный на балконе. Наверное, многие узнают этот стол, потому что у многих этот стол есть. Стол, который достают только на Новый год. Это была первая покупка с зарплатой. Папа. Вы представляете, стол купили. Вы толковый, я понимаю. Вы купили этот стол или нет? Я подаю тебе стол. Так сейчас стол есть, только стоит. О, ребята пришли уже. Они уже приправились. Они рановато. Они уже приправились. Встречные гости. Лешу сразу в будку с намордником. Какая вот фигня. Диана вам кучерявая. Я в наморднике. Чтоб никого не заражать. Обидно. Капец. Да, еще пару часов назад у меня была температура 39. А Диана все хоть, смотрите, какая она грязливая. Пушистая. Молодец. Молодец, Диана. Ты такая красивая. А я пушистый львенок. А вот такой у меня маникюр. Я колокольчик. А я самый маникюр во всем мире. Ой, ну все, все, не страдай. И еще и гладить буду сам. А вот такая вот у меня жена будущая. Они вообще не бережут меня. А что тебя дереть? Что-то ты погладишь. Ты что, развалишься что ли? Погладь. Красивые эти носки. Милитари. Вот такой я пушистик с такими ногтями. И вот с таким макияжем. Ничего особенного. Ну просто главное, что блестюшки золотые. У меня блестюшки золотые везде. Вот. Каринка и Женя уже пришли. Скоро их поснимаем. Скоро уже. А, Тоня, как у нас на Татинста. Еще не скоро. Еще не скоро сидится кушать. Я уже померла с головы. Карина. Вот моя сестренка красотка, да. Он накрасилась красиво в платье. И в красных носках. Ты, Ляня, ты по-новому вольтнему. Я обычно такую накрасила. Нет, ты со стрелками с красной помадой. Женя! У тебя такой классный макияж. Идем. А куда кинем? Знаешь, сколько там надо? Дайте. Так я уже всех сделаю. В полу. В полу. Чтобы папу там не снять. А ну! Подмечки. Не получилось это эффектно сделать. Не получилось? Нет. Более так старалась. Красивенько. Красивенько. Женю посмотри на бухту и в рубашке. Драдути. Скажи, драдути. Жамбо. Давай. Не пойдет. Не пойдет. Не пойдет. Что не пойдет? Нет, я хочу спрятать. Ну ты достанешь? Выберу донку, да. Вот туда под столик. Только ты утюг уберешь. День. Вон. Аккуратно. Аккуратно-аккуратно. Что, прям два рядом? Да, прям два рядом. Красивый нарядился Алексей. Как вам было без видео? Каково вам было? Вы снимались так мало в роликах. Вы почти что не снимались. Ну чуть-чуть, а позапрошло. Я болел. У меня больничный. Как написал один человек нам в комментариях. Зачем снимать свою болезнь? Сделать нечего. Пока шли на камеру. Все отлично. Все. Ты свободно можешь уходить. Я буду тут трошки занят. Начали накрывать на стол. Первый салат пошел. Калина стала как самая голодная. Первая принесла. А это же на тарелочке, наверное, да? Нет, это принесли. Их шесть, да? Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Майя, ты что же? Майя, что маму делать? Что делать? Что это? Что это? Как ты думаешь? Тепля. А мне сначала, когда еще мама это делала, у меня тут инопланетяне снеговики. Ух! Инопланетяне. Диана, ну динчай. Ну потому что не было этих морковок, котенок. Ты можешь найти что-то будешь или ты будешь комментировать? Нет, это мама будет делать. Так, стени сюда. Барис. Вот все трои уже красивые. Да? Да, да, да. Да, да. Вкусные. А вот этот вот прикольчик, который мы снова показывали с пиниками, сейчас мы будем запекать прямо перед подачей. Запекать? Да, да. Только что-то что это? Рисовые шарики. О, это не то, что мы там заказывали с Дианой. Вот видите, красное платье, обе светленькие. Ты еще так похожи? Какие? Да. Да. Да, 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 да. Ну, сейчас мы делаем салат. Салат-салат. Так. Пусть себя плохо вести в этом году. Получишь скалкой по жопе идеально. Зачем живот болит? За голоду. За голоду. Ты смотришь, что сегодня мама ела. Я вчера сварила суп. Сегодня мне уже на сегодня супа не хватит. Да у нас на хлебников тут куча. Да не, ну просто вчера папа тоже там съел. Хорошо повред супа. Мама, ну где-то одно открыто? Подвернись. Ин-янь. Ты вини. О, было открыто у детей. Девушка, неси салатики, что ты стыжешься, развариваешь много. Кто тебе звонит? Диана, любовники? Это мамы. Мама. А, у меня звонят любовники. Большой кусок мяса. Диана, как мы не снимаем такой большой кусок мяса? Это бурлина по-домашнему. Это мама сама делает такое. Это бурба. Сейчас. Савелка в компанию встречает Новый год, поэтому, к сожалению, сам говорит, ну видишь, так? Диана. Это и мы оживились. Леша. Ну тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Мы еды, только. Мы еды убедились, да. У нее еды оживились. А что тут, с кальмарой? Вот, это снимает. Снимаю. Снимаю. Что делаешь? Что снимать, я не знаю, что с ним делать, оно все он засохло. Но оно не засохло, конечно. Опа! Прикол! Видишь, глазики у него? Как бы так. Я по-моему, салата не кладу. Значит, это каждый не в салат, в тарелку большую, а клеманку с салатом поставьте в столбик. Так, вот наша волшебная поляна, скатерть самобранка. Всё, снимай. Да, ещё как раз-то самобранка. Вообще такая замученная самобранка. Вот и хозяюшка, которая всё это устроила. Это самобранка. А мы стаканчики не принесли, маменька. Садимся за стол. Ну мы за стол уже садимся. Мы будем сидеть просто. О, у тебя такой фон красивый сзади, такие флики. А, да. У ребят одинаковые свитера. Дед Мороз решил вообще не заморачиваться. Мама что-то упустила. Вообще подарков. Ну классные свитера, вообще прикольные. Пьяные-пьяные. Мамочка, ты довольна своим подарком? О, тебе помочь? Да. А ты покажешь подарок свой? Который тебе Дед Мороз подарил. Ну я Дед Мороз ему вообще подарил. А самый главный подарок? Самый главный подарок, это то, что его там вообще у нас есть. Это правда. Ой, шампанское ещё осталось. Ну что-то нехорошо. Ой, у нас всё осталось. Куча всего, да. Это хорошо. И шампанское, и нитки. Водку не допили. Ой, капец. Завтра будем полным ходом отмечать, да? О, да. Продолжение банкета. Продолжение банкета. Мама сегодня умничка. Столько она готовила вкусного. А ты же меня смотришь? Да. Ты напыли вообще? Я с тобой с камерой хожу, что ты подарок показала. Какой подарок, Сальчик? Подарок. Подарок. Подарок какой? Я всё сняла. Ты сняла? Сейчас. Покажи. Всем интересно. А ты доволен своими подарками? Мы сейчас будем показывать свои подарки. А я хочу, чтобы мама свой показала. Ну, свитера классные Дед Мороз вам принёс. Очень прикольно. Я не ожидала. Мама будет самая, самая. Да. Ну, классно, мамочка. Вот такой вот маме подарочек Дед Мороз принёс в кольцо в виде змеи. То, что мама так давно мечтала. Так что мечты сбываются. Вот такой подарочек. А ещё вот такой, да. А я ещё взял за чайолочек. Масло. Более, дети. Да. Лучше использовать. Жарик. 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 К концу празднования. Четыре часа начала пятого. Да. Мне полегчала. Температура 36,6. Народная медицина. 100 грамм водочки внутрь. Да, Дед Морозик? Не, Морозик занят. Вот такая, короче, у нас гора подарков. Но всю эту группу в гору подарков мы покажем вам уже завтра. Потому что сейчас реально уже начало пятого. Выживали все с ног. Мы захотим спать. Да, поэтому будем. Мы отправили бы хорошо. Мы хотим, конечно же, всех поздравить с Новым Годом. С новым счастьем, друзья. Счастья, здоровья, любви. Нет, здоровья, конечно же, главное здоровья вам и вашей семье и близким. Потому что это действительно самое важное. И мы это как никто другой знаем. В общем, в Новом Году всё, что вы себе желали. Пусть сбудется. Будет много-много денег. Много красок. Все планы, да. Все планы ваши сбудутся. Всё плохое оставляйте в прошлом году. С собой берите в Новый Год только хорошие. Да. И мы надеемся, что... И берите нас с собой в Новый Год. В Новый Год обязательно. И нас будет ещё больше. Это залог хорошего года, это если вы возьмёте нас с собой. Да, Диану и Лёшу с собой. Да, ребятки. Ну, мы будем идти спать. И хочется уже спать. Мы наконец-то будем спать в одной спальне. Ура. Ура. Нас вернули. Наелись из вас, и теперь можно спать. Да. Так что, ребятки, всех с Новым Годом. Всем спокойной ночи. С Новым Годом. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Комментируйте видео. И ждите новых. Ещё вступайте в ВКонтакте. Обязательно. Всем до встречи. Пока-пока.